Ребята, поговорим о нервной ткани. Наверняка вы в своей жизни неоднократно слышали выражение «Не заставляй меня нервничать, нервные клетки не восстанавливаются». Ну, короче говоря, нет. На самом деле нервные клетки восстанавливаются. Просто делают они это медленно. Это связано с их строением. Сейчас на доске вы видите нейрон. Нейрон – это единица нервной системы. Нейрон – это нервная клетка, которая состоит из следующих компонентов – дендритов, тела и аксона. Дендриты – это короткие отростки, которые воспринимают информацию извне и передают ее телу нейрона. Тело нейрона, в свою очередь, через аксон передает данную информацию в центральную нервную систему или к другим нейронам. Итак, еще раз. Дендриты – короткие отростки, их много, они воспринимают информацию. Аксон – один отросток, он длинный, и он передает эту информацию либо в центральную нервную систему, которая составляет головной и спиной мозг, либо к остальным нейронам. Места контактов нейронов называются синапсами. В синапсах находятся медиаторы. Медиаторы – это химические вещества, которые как раз-таки участвуют в передаче данной информации. Далее поговорим о свойствах нервной ткани. Это возбудимость и это проводимость. Зная строение нейрона, мы четко можем выделить два свойства. Это возбудимость и проводимость. Где же у нас находится нервная ткань? А располагается она у нас в центральной нервной системе, а именно нервная ткань образует головной мозг и спиной мозг. Также нервная ткань участвует в образовании нервов и нервных узлов. Нервная ткань у нас состоит не только из нейронов, но также из нейроглии. Клетки нейроглии участвуют в питании, защите и изоляции нейронов. А теперь поговорим о функциях нервной ткани в целом. Итак, первая функция это связь всех частей организма. Мозг контролирует и участвует в регуляции всех наших органов и всех систем органов. Далее. Вторая функция это психическая. Психическая функция подразумевает под собой речь, мышление, сознание. Короче говоря, все, что отличает нас от растений. Третья функция это регуляция и координация деятельности. Да, допустим, я подумала о том, что там я хочу, не знаю, поднять руку, я ее поднимаю. Да, все это происходит за счет работы мозга и работы мышц. Они работают синхронно. Вот. А далее. Взаимодействие с окружающей средой. Мы воспринимаем информацию благодаря анализаторам. Зрительным анализаторам, слуховым анализаторам, тактильным. То есть, вся информация, которая находится вокруг нас, воспринимается нами при помощи посредников, которые относятся именно к нервной системе. То есть, состоят из нервной ткани. Вот. Мы с вами разобрали, что такое нервная ткань. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok